Дмитрий, скромничаешь, что показывать нечего, на самом деле тут есть что показать. В общем, это был у тебя открытый грунт, и в этом году его накрыл. Я его накрыл, все это было посажено еще в открытый грунт, и затевело в открытую руку, а уже мы накрывали тут в процессе. Но это самый сложный момент, когда уже надо как-то вокруг куста плясать, чтобы его обыграть. Это у нас Рэмбо. Рэмбо молодец, хоть и короткая была обрезка, но он загрузил. Лозы я снял с него много, конечно. Ну, загрузился нормально, и нормально себя ведет. И ягодище уже выросло хорошее, все у него хорошо. По Рэмбо нет проблем. У тебя тут две плоскости, да? Умница. Да, наверное, надо переходить будет на какую-то другую формировку, надо будет разобраться. Вот это вот уже пошел. Перцовый черный, или просто перцовый. Есть просто перцовый, а есть перцовый красный. Это перцовый. Ну, хороший. Ну, посмотри. Ягода же еще растет. Ну, красавчик, да. Выставки созреют в Конститутовской. Ну, время есть немного, да? Возит, хватает. И сегодня какой? 20 августа, по-моему? Да, еще время есть. Три с лишним недели. Это вот. Калуфинская с покусок, ишь мышь. Слушай, она похожа на крыжовник. Глянь, какая интересная. Немножко сыпнул, конечно. Не без греха. Смотри, полосатенькая. Не без греха, чем хорош, что вот его сушить, да, этот кишмыш. Что-то у тебя останется. Допустим, велес. Много сока, и мякоть такая, мягковатая. Кислота еще есть. Ну, да, еще надо. Ну, видно. Ну, выпленька. А что, тут костей нет, что ли? Нет. Кишмыш. Кишмыш. Я в прошлом году пробовал зрелый на выставку вкусный. Это тоже черный, как мармелад. Так вкусно. Перцовый черный. Нормально, по две гроздочки такие стандартные, рыночные. Не то, что болванки потом надо на фрагменты чесать, если там в два килограмма. А так вот как раз. О, Дим, поделись, вот чем ты сейчас обрабатываешь, когда нельзя химией пользоваться, а дожди часто. Вот чем ты сейчас работаешь? Сейчас ничем. Неконтактник. 1 августа я прошел хорошо химией. После 1 августа, уже до сентября, я не пользуюсь химией. Чем я пользуюсь? Сейчас не обрабатывал, а вообще, ну вот, обычно, вот нахлынули болезни. Ну, сейчас надо... Рекомендации. Надо больше... Ну, для парника, конечно, можно пользоваться этими... Серый? Серый можно пользоваться биопрепаратами какими-то. Для парника это нормально будет. А для открытого? А для открытого... Монофосфат калия. А дозы? Он будет прижимать. Дозы? В гроздь не лезть. Гроздь лучше промывать уже, если нечего делать. Ну, легким раствором марганцовки можно... Легким раствором перекиси. Не трехпроцентный, а, конечно, разводить. Ну, это контактное, конечно, все... Монофосфат калия. Какая доза на 10 литров? Мне рекомендовали 100 грамм. Начинать надо с 50, не надо резко давать. С 50 грамм... И она прижигает. Она и кормит, и прижигает. Да, она и кормит, она и прижигает, присушивает. Вот это у нас розовый лотос. Ну, что-то он мне... Ты знаешь, не знаю, не вижу я в нем проку. Он первые годы пер, так жрел, его было не остановить. Урожайность слабенькая. Остановил, ну, для парняка это не урожайность. Это Дарвика. Я тут напорол беды, короче. Надо, во-первых, одевать очки, когда ты лезешь в эти подкормки. Я прижег им и лист, и гребни этим. Розаликом тоже. Там 50 грамм идет на 10 литров воды. 50 грамм. Если ты наберешь 50 грамм, у нас только тяжелый препарат за счет содержания кальция. Если ты наберешь рюмку, допустим, 50 грамм, это будет 100 грамм. Увесистый, да? Я вам потом покажу. Короче, лучше весами, не рюмками. Надо весы, не надо этого. Все, иначе ты прижгешь. Я попортил и лист, и он пока выкарабкался из этой истории. Короче, с газировками надо аккуратно. Ну вот уже пошел лист вроде так, уже вот свеженький пошел расти. Я его не чеканю, пускай наберет листа немножко. А так, вот, видишь, было, как дал. Сразу потеря хлорофилла в листу. Все, все остановилось, рост, все, он пока очухался, чтобы начать опять какую-то вегетацию. Ну, уже вроде бы все. Вот это вот новиночка, да, у меня. Это журавленок калугинский. Ну, красавчик тоже, да? Да, да, симпатяшка, да. Симпатяшка. Ну, лазенячка такая нехилая, я скажу. И все, вот, чем он молодец? Он молодец какой-то, да? От земли. Второй год. Офигас, на второй год, да. Второй год. Ты посмотри первогодки, вон первогодок. Вот это вот, тоже калугинский. Это первый год. Ты сразу два побега выгнул, и вот такие попередные? Да, два побега сразу. Нормально. Вон тоже первый год. А это вон, давай мы сходим, попробуем, я еще не пробовал, клубничный. Грузится, смотри. Это второй год кустик. Клубничный. Вон еще второй годик. Слушай, прилично на второй годик, очень даже. Да, очень прилично. Он меня порадовал. Единственное, что я скажу, ему место на улице, ему не надо в парнике сидеть. Для него он нормально созреет на улице, учитывая, что двери я поставил, вот тут еще форточки даже я и не закрывал эти здоровые, а двери я поставил, вот начал с прошлых выходных, и вот в течение недели я только еще собрал двери и навесил. Тут еще, вон, тут 12 дверей, вот видишь. Это ты для сквознячка, тогда пойдем. Да, у него 12 дверей. И все тут был еще пока сквозняк. Тыква у тебя интересная, как из сказки. А, дыни. Это дыни? Дыни. Я думал, это тыква. Нет. Слушай, это реально, как из сказки тыква, да? Ну, какой-то, ну, я не знаю, либрит или что, зависит где-то. А, на той стороне, вон, еще осталось два арбуза. Один, вон, второй. Слушай, арбузы даже не заметен. Два арбуза. Этого мы возьмем, порежем сейчас. Давай попробуем. Я потому что не пробовал, мне хочется, мне самому хочется узнать, что там за такой особенный у него вкус. Короче, это первая сигналка, ты еще сдавал. Да, нет, еще красновато. Чем он дышит. Еще все-таки возле гребня красновато. Ягодка интересная. Наверное, наверное, будет еще не очень. Давайте дегустируйте, что там. Уже появилось. Хором. Реально вкусно. Да, реально. Уже желтая косточка была. Я не могу понять, что напоминает. А мой без косточки был. У меня одна. У Витси, вон, три косточки. Четыре даже. Четыре, у меня одна. Говорят, он букет наберет. У меня не было косточки. Слушай, вкус обалденный. Реально. Он что-то похож на Юпитер. Да, 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 что-то есть. Да, что-то на Юпитер. Там что-то вкусно. И клубники, и муската легкого. Вкусие такое вообще остается. Но он не редкий, не одеколонный такой. Да, класс. Вот реально. Все, во, я его попробую перепрививать. Супер, супер. Все, да, да. Надо брать. Ну я переприваю на все. Прошу, пожалуйста. Я тоже есть куда. Есть куда. Витта, не вопрос. Значит, мне надо искать место для него. Вот я что хочу, Виктор. Хочу вот что сказать. Вот смотрите, мы приехали, пробуем. И сразу попробовал все. И не надо вот эти потом годами корчевать перепрививки. Вот в чем. Да. И сразу по реакции видно, что понравилось реально сходу. Я за клубничным уже слежу 3 года. Да я чуть не подавился. Я от этого вкуса, да, я сразу чуть не подавился. Чуть не захлебнулся. Не захлебнулся. Я 3 года слежу за клубничным, смотрю. Очень многое за него читал, смотрел, смотрел. Вот. Все. Хочу. Блин, реально. Это реально. Это как Юпитер. Вот он сразу взрыв мозга. Вот примерно из той оперы. Так что на вооружение берите клубничный. Тем более 20 числа только августа. Слушай, а это же тоже новинка клубничная, да? Чья селекция? Клубничный. Я, блин, или Шаповаленко, или оттуда тоже. Блин, выпрыгнуло из головы. Недавно смотрел видео. Ладно, погуглим потом чье. Недавно смотрел видео. Ну молодой, да? Свежий гибрид какой-то. Ну года 3 ему наоборот. Ну да, он не старый. Да, года 3. Ну это украинцы, наверное, все балуются. Да, да. Контрольку выбросил. Это белая акация. И вот я когда притравил его передозировкой, остановился рост. Ягода висит. Ничего не болезни, ничего я не вижу, правильно? Ну да. Ягода вот такая вот висит, не хочет расти. Что ему не идет? Новичок еще, видишь, он тоже остановился рост. Понимаешь, ну таких наделал бед сам себе. Не растет ягода. У него ягода растет во время окрашивания. Вот он вот такой. Потом он набирает ягоду. Капец. В прошлом году на выставке, что ты видел, Устина выпросил себе гроздя рост. Вот такие вот болваны. У тебя, да, у тебя гроздочки большие были такие. Да, классный клон. В прошлом году они, правда, не набрали сильно сахара. Год холодный очень был. Да, такой год. Но вроде бы были у тебя впечатляющие. Это у нас Альянс. Хороший. В принципе, Альянс, Дарвика, они нормально созревали на улице. Нормально они дотянули в прошлом году, даже такое лето было гадкое. И они дотянули. После того, как я понахимичил. Метра три или четыре. Да, да, ты прикинь, еще с той стороны плоскость какая. А, да, у тебя же две плоскости, да, да, да. Та сторона плоскость, та сторона вообще загружена. Так, попробовать вам дать красавчика этого. Это мальчик с пальчиком. Мальчик с пальчиком? Ага. Я в прошлом году пробовал. Виктор сразу определил. Ну, я в прошлом году пробовал и сразу огурец. Ну, он реально мальчик с пальчиком. Это огурец. Так это не самые большие ягоды у вас. Ну, что? Ну, сахара маловато, но кислоты ноль. Еще. Практически, то есть уже интересный. Ты знаешь, кислоты мало. Да. Его как бы погрызть уже можно, но немножко сахарку надо. Еще немножко ему надо, но он будет реально вкусный. Ну, он интересный. В прошлом году я пробовал. На выставке. Реально огурец. Ну, вон он. Мальчик. Вот пальчик, вот мальчик. Угу. Я даже двойники не убирал, чтобы его загрузить. Тоже обрезка была, это короткая, видишь. Чтобы загрузить не везде. Вон там еще двойники оставлял. И он все равно прет, посмотри, с этого двойника. Посмотри, что это за дерево. Это дерево просто, а не побег. Ну, да. Грузится, пыляется все. Ну, посмотри, вон мальчик с пальчиком. И свисающий. Какая розочка еще висит, красавица, видишь, вон. И есть грозди у него, будут, нормально. Просто тоже все по короткой обрезке пока. Люди просят лозы, ну, ясно. Это у нас покоритель. Это этого года посадка. Да. Калугинский покоритель, пожалуйста, прет. Неплохо прет, да. Да неплохо, в принципе, и все. Вон, да, вот. И вот еще. Вот этого года. Посадка была, наверное, в июне месяце. К июню. Посадил, а потом уже накрыл. Слушай, да, однолетки ведь это хорошо. Ну, вон, это вот все у меня однолетки. Вот на следующий год у меня доносить должно 20 новинок. Поэтому в этом году я уже ничего не буду брать. Надо просто остановиться, осмотреться. Ну, если что-то не устраивает, ты без сожаления берешь и переприваешь. Или все-таки корчуешь? Что все-таки? Прививаю. Прививаешь. Надо прививать. Корчевать уже нет. Учимся прививать, быстрее будет, да. Уже не то здоровье, что-то. Прививать он начал, в принципе, давно. Еще груши, у меня вон груша, да. Я даже не знаю, сколько на ней сортов. Один созрел, второй, третий, друг за другом, друг. Вот это вот у нас бровисима. Был сигнал у меня с Оршей. Лена, как это уж говорила, что потрещал у нее. Потрещал после чеканки. Листа не стала, поперла все в ягоду. Резко, да. И потрещала ягода. Ну, можем глянуть, в принципе, что тут у нас есть вообще. Что-нибудь есть из семечек. Что тут, к чему, когда. Я его брызнул тоже этим. А вот, понял? Угу. Правда. А причина, а нету причины, ничего не поливалось. Теплица к тому же. Тем более теплица. Есть, видишь, грех. Да, не зря говорили. Люди, что может он такое сделать. Это плохо. Я рассчитывал на него в открытый грунт. Хотел бы напрививать в открытый грунт. Вон, трещинка есть. Вон. Не все, конечно, но это мне не нравится. А в прошлом году он у меня сидел в открытом грунте и не трещал. Что? В чем дело? Я его бутоном шлюпнул. Сахарок уже есть. И легкая-легкая кислинка, да, съедобная. Очень вкусная. Неудобный, вкусный виноград. Ну, это вот не дело. Какой-то нежный, по-моему. Вот такой вот нежненько. Ну, беспричинный треск, это не дело, конечно. Красобалок. Смотри, какая. Красота. Вот это мне нравится. И вон, это же еще только... Слушай, а гребеношка, как у этого, у преображения? Очень тяжелые, нет, очень тяжелые грозди у него. У него настолько плотная мякоть. Ягода будет за 20 грамм. Поэтому надо за ним смотреть. Это же не весь он. Ходи сюда еще. Это же не весь курс. Вот еще он идет. А, ты вот так вот вывел. Вот так его пустил. Вот так тут такие бомбочки. Красотень. И он созревает. Понимаете? Он в открытом грунте созревал у меня к выставкам обычно. Поэтому, ну и... Короче, лабиринтов ты тут настроил, конечно. Он еще и очень ранний, представь. Вот это вот вся эта красотища и все, и очень раннее. И ягода будет реально 20 грамм. Плотная-плотная мякоть. Насыщенный хороший вкус. Короче, ну, вообще. Лепота, короче. Так, Дмитрий Лешкевич нам тут гостиниц заготовил. Белорусский арбуз. Надо было снять как... Ох ты! Взорвался, короче. Понял, понял. Там динамит, походу, был внутри. Сейчас внутри посмотрим. Ну, взял. Слушай, он реально такой... Опа. Ай-я-май-я. Слушай, он прямо аж просится порваться. Трещит, ну, натурально. Созрел, короче. Не знаю, как он по сахару. Ну, мы уже... По цвету уже, вон, и семечки черные. Должен быть огонь. Да, должен быть. Довольно. Первому Виктору давайте сразу вон. Пускай на камеру почмокает. Ему тут накидают тухлых помидор в него. Надо еще мне взять тарелок пару. Я вот так сделал красиво. Как оправдываю. Вкусный. Реально вкусный. Сладкий. Не притерно-сладкий. Но сахар достаточно вкусный. Ну, если с рынком сравнивать. Плюс-минус, то и на то. Или что-то особенное в нем есть. Я не скажу. На рынке тоже можно попасть на это. Всякие тоже. Но примерно да. Ну, давай. Синоп, юдом. Не взял тарелку, держи. Держу, держу. Надо взять еще одну тарелку. Так, теперь меня троньте. Хороший. Хороший. Осталось уже два арбуза всего. Вот семечка, все дела. Мы уже побывали. Арбуз арбузом. Короче, нормально. Ну что, друзья мои. Вот мы побывали у Дмитрия Бляшкевича в гостях. Пишите в комментарии, как вам его участок. Задавайте вопросы. В принципе, я думаю, он на них здесь ответит. Если что, я могу ему как бы их передавать. Так что, все. Удачи. Всем пока. Подписываемся на канал. Ну и т.д. И т.п. Все как обычно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.